МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Правительство Нижегородской области заключило ряд соглашений в области IT-сферы на конференции ЦИПР. Правительство Нижегородской области подписало более 20 соглашений во второй день конференции ЦИПР. Очередной груз гуманитарной помощи из Нижегородской области отправился в зону СВО. Правительство Нижегородской области заключило ряд соглашений по развитию IT-сферы в регионе на конференции Цифровая индустрия промышленной России. Они касались создания новых сервисов, развития проекта IT-кампуса «Неймарк», технологий баз и искусственного интеллекта. Стоит отметить, что правительство региона намерено увеличить количество IT-специалистов к 2030 году, а также создать новые рабочие места и условия для сохранения кадров. От Нижегородской области соглашения подписывали губернатор Глеб Никитин, его заместители Егор Поляков и Андрей Саносян, а также другие члены регионального правительства. Более 20 соглашений о сотрудничестве подписала Нижегородская область во второй день конференции ЦИПР. Такими данными поделился в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин. Решение касается использования искусственного интеллекта на портале госуслуги, развития отрасли беспилотников, внедрения единой биометрической системы и других тем. Также Глеб Никитин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев обошли стенды участников ЦИПРа. Пообщались с представителями различных компаний, оценили их проекты и разработки. Утеплитель, рубероид, строительный инструмент, электрокабель, розетки, лампочки, емкость для воды, отопительные пушки. Все самое необходимое для обустройства быта, окопов и землянок отправилось в зону проведения специальной военной операции очередным гуманитарным конвоем. От Нижегородской области помощь отправляется регулярно по конкретным запросам от воинских частей. Контролируется процесс в координационном центре на базе Дома народного единства. За все время правительство Нижегородской области отправило почти 4000 тонн гумгруза. Это 250 конвоев. Ну, это там больше 20-30 лопат, также ломов, топоров. Больше, наверное, 100 метров квадратных. Это утеплителя мы сейчас везем. Также еще контейнеры для мусора, тоже там около 3-4. Тут несколько адресатов. В основном, примерно, около Белгородской области, и также в районки едем, и еще в некоторые поселки, которые будут рядом. Вот так сейчас выглядят коридоры центральной районной больницы. Новый чистый ровный пол и стены. Очень много света, оснащение тоже новое. Все отвечает самым современным требованиям медицины. В больнице завершили ремонт нескольких корпусов. С рабочим визитом в эту больницу приехал глава региона Глеб Никитин. Он приезжал уже в это медучреждение 4 года назад в ковид. Вот так, например, выглядел главный корпус до ремонта. А так он выглядит сейчас. Изменения, в первую очередь, благодаря нацпроекту здравоохранения. Здание женской консультации создали практически с нуля. Теперь роженицы обследуются и наблюдаются совершенно в других современных условиях. Кроме того, Глеб Никитин пообщался с пациентами. О врачах пациента отозываются с благодарностью. Я заходил в абсолютно все палаты, которые не запланированы. Заезд был тоже не запланирован. Все разговоры абсолютно были спонтанные. К любому хейту, как говорят, был готов. Ничего этого не увидел. Увидел конкретный результат. Огромная работа, которая была проведена по программе модернизации первичного здравоохранения. Это так называемая президентская программа. В индустриально-энергетическом техникуме Глеб Никитин осмотрел материально-техническое оснащение. В момент посещения техникума губернатором здесь проходили практические занятия по изучению двигателя внутреннего сгорания. Глеб Никитин пообщался со студентами. Визит в техникум также был не запланирован. Будем развивать, будем включать в программу профессионалитет в обязательном порядке по целому ряду отраслевых направлений. Как сельское хозяйство, так и химия. Как подчеркнул губернатор, работа по развитию округа будет продолжена. Служба информации Кирилл Инковский, Илья Денисов. Кирилл Инковский, Илья Денисов. Записаться на тестирование в пункты оценки, расположенные в 45 городах Российской Федерации. Пройти тестирование можно будет до конца 2024 года. Раз государство предоставляет возможность обучиться, повысить свои качества, навыки, компетенции, в выбранных смежных профессиях, которые планирую обучаться. То и буду распространять свои знания. В сфере экономической безопасности хочу повысить свои компетенции, чтобы работать в ОБЭП. Это важно и нужно привлекать ветеранов СВО, у которых есть соответствующая компетенция. Если этих компетенций нет, то им их давать. И, конечно же, вводить в политическую жизнь страны, потому что кто, как ни они, знают, что в целом нужно сейчас народу и военнослужащим. Улыбки и смех, творческие номера на сцене, яркие рисунки на асфальте, познавательные лекции, интересные мастер-классы. Именно так прошел праздник «Мы рисуем счастье в парке Свердлова». Организаторы – социально-участковые Нижегородского района, Совет женщин и Дворец детского творчества имени Чкалова подготовили для детей много развлечений. В парке посетители встречали аниматоры, проходили мастер-классы по искусству оригами, рисованию и квилингу. Каждый желающий мог стать участником конкурса рисунков на асфальте. Еще один конкурс рисунков для детей из многодетных семей. Свои работы для летней мини-выставки подготовила и Ева Назарова. Она с двух лет занимается рисованием и больше всего любит изображать животных. Я рисовала картины. Ну, много. Нет, только. Ну, три кота. Еще, ну, там, пингвинчик на закате. И большая картина с оленем. Мне понравилось мероприятие. Больше всего запомнилось. Запомнилось, но как мы делали этих попугайчиков и как нас награждали. Семью Назаровых наградили как активную и творческую многодетную семью Нижегородского района. Нам предложили поучаствовать. Спросили, какие есть талантливые дети, что умеют дети. Аделина и Ева рисуют. У нас уже были работы, которые мы были готовы выставить на выставку. И мы привезли работы заранее и их сюда выставили. Для гостей выступали творческие коллективы Дома детского творчества Нижегородского района. Сегодня у нас многодетные мамы со своими детишками здесь. Сегодня дети из близлежащих школ. И не только близлежащих, но в целом мы приглашали всех из Нижегородского района. Не только детей, но и бабушек, и дедушек. Для каждого родителя важно видеть успехи своего ребенка, радоваться. Также проекту мы выясняем проблематику района. И также есть проблемы с детскими площадками. И мы стараемся, как сказать, обратить на это внимание. Проект социально-участковый не только помогает людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и поддерживает гражданские инициативы, но и объединяет жителей дома, улицы, района и даже целого города. Начало летних каникул – еще один повод, чтобы создать хорошее настроение. Тем более, что этот год в нашей стране указом президента объявлен годом семьи. В завершение праздника все получили подарки – карты раскраски с достопримечательностями Нижегородской области. Служба информации Наталья Зуева, Николай Прохоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова